Такой твиттер, это чисто американская, ну не чисто, но это американская часто фишка. Так, как и стереопара. То есть, возможно, это та акустика, которую вы ищете. Всем привет, это Sound Pro Lab, я Денис, а сегодня у нас на обзоре колонки от Paul Caudio Signature 60E, где индекс Е это Европа. Почему для Европы? Почему нельзя было продавать просто S60, которые долго и успешно продаются на американском рынке? А потому что на американском рынке, на американских магазинах сетевой электроники люди приходят, начинают слушать. И там настроенные ярко, динамично колонки впечатляют сразу. Человек хочет бежать в кассу, отдавать деньги и забирать себе домой. А когда он привозит их домой, включает, и если он сидит вдумчиво и слушает любимую музыку, через несколько часов он начинает утомляться, потому что яркость, которая хорошо работает для продажи, не очень-то хорошо работает для реальной жизни. И если американскому пользователю, американскому слушателю это не настолько интересно и не настолько влияет на него, то европейский покупатель подходит к этому совершенно по-другому. Он приходит в салон техники, салон акустики, хай-фая, со своими дисками, внимательно садится в комнату прослушивания и несколько часов слушает те колонки, которые он для себя выбрал или хочет выбрать. И получается, что за несколько часов он чувствует сильное утомление от акустики, которая звучит ярко и динамично, но понимает, что дома при долгом прослушивании он будет уставать еще сильнее. Поэтому американская акустика на европейском рынке заходит не так хорошо. И поэтому полка Аудио решили сделать по-другому. Они взяли свои флагманские колонки из линейки Signature и решили их сделать для европейского пользователя. Пригласили Кенэши Вату и вместе с инженерами провели ряд изменений в акустике, чтобы она звучала более детально, чтобы было больше воздуха, и чтобы она играла именно так, как любят настоящие европейцы. А что же они изменили? Если сравнить просто в лоб американскую и европейскую версию, мы увидим, были защитные колпачки другой формы, да и другого цвета. На американской версии они были вогнутые и жесткие, а здесь выпуклые и мягкие. Это связано с тем, что был перенастроен кроссовер. А кем он был перенастроен? Инженеры полка уродила для этого привлекли Кенэши Вата, известного в мире хай-фай. Кенэши Вата не нуждается в представлении. Под его руководством были изменены конструктивные особенности данной акустической системы. Были изменены динамики, добавлены колпачки, был перенастроен кроссовер и была произведена тонкая настройка акустической системы. Собственно, для чего мы это рассказываем? А все дело в том, что раньше это была акустическая система для домашних кинотеатров. Для построения звука вокруг. А теперь под присмотром Кенэши Вата были внесены изменения и в конструкцию, и в настройку данной акустической системы. Теперь это хорошая стереосистема для прослушивания, думчивого прослушивания музыки дома. Поближе познакомимся с акустикой. Фронтальная панель в угоду сдержанным европейцам превратилась из глянцевой в матовую. Здесь мы видим твиттер, помещенный в неглубокий волновод. Твиттер с телереновым купоном имеет рупорное оформление, мощную керамическую систему и позволяет добиться и чистого детального звучания на высоких частотах, хорошего воспроизведения вокала и может работать вплоть до частоты 40 кГц. Далее у нас идет тройка 6,5-дюймовых динамиков, мембрана у них с полипропилена с минерально-следяным наполнителем, бутилка-учиковые подвесы, мощные четырехслойные керамические магнитные системы. Они отвечают за средние частоты и бас, а все это дает четкий артикулированный звук, линейный и без искажений. Внизу мы видим нестандартную конструкцию. Именно таким образом полк аудио оформили в порт фазоинверктора. Порт фазоинверктора направлен вниз на специальный конус, который они запатентовали. Таким образом они, во-первых, увеличивают отдачу нижних частот. Как заявляет сам производитель, на 3 дБ увеличивается отдача, плюс избавляются от турбулентности. Тыльная сторона колонки у нас достаточно простая. Есть четыре позолоченные клеммы, которые позволяют подключать как по биварингу, так и по биампингу. Сам корпус выполнен из МДФ, он акустически нейтральный. Есть демпфирующие распорки и, как производитель заявляет, отсутствие стоячих волн в самом корпусе. Сам корпус отделан вполне себе гладким винилом, что на удивление очень приятно смотрится. Ну что, самое время теперь послушать эти колонки. Слушать мы будем их с Марансом 8006, CD и 8006 усилитель. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Послушали мы данную акустику И давайте резюмируем Если сказать двумя словами, мне понравилось Данная акустика вполне себе универсальная Такой настоящий универсальный боец Мы можем его использовать как в связке с хорошей стереосистемой Слушать любимую музыку Наслаждаться любимыми жанрами Потому что жанровой принадлежности как таковой у них нет Они хорошо справляются и с поп-музыкой, и с рок-музыкой Нормально они играют и джаз, и электронику У них очень басовитый характер Много баса Не сказать, что излишне Но о сабвуфере вы точно не будете поначалу задумываться И в музыке, и в кино А вот насчет универсальности Их хорошо можно использовать для домашнего кинотеатра Тоже без использования сабвуферы Плюс у этой серии есть интересный, сделанный центральный канал Есть младшая серия напольника Вполне себе система 5.1 может получиться на базе их Что касается самого прослушивания Мне понравилась, как они строят сцену Она достаточно детальная Инструменты хорошо локализуются Из минусов, наверное, есть легкое, но заметное приукрашивание наверху и в вокале При этом, если вам это нравится, вам это зайдет Если вы ценитель очень строгого звучания, может быть нет В целом, хорошая акустическая система В интерьере они смотрятся нормально Без изысков, но и глаз не изображает На этом все Мы закончили Спасибо, что досмотрели наш ролик до конца Следите за новыми видео Впереди много интересного Счастливо